Потапенко будет И это надолго, и навсегда И все будет хорошо, правильно? Ну как-то не получается Когда в выходные был нанесен удар Саудовской Аравии Сразу стало ясно, что в понедельник Когда биржа откроется, нефть взлетит Она взлетела На 11 долларов за баррель Плюс 11, даже 12 долларов Плюс А потом к концу дня Вдруг как-то так стало отступать И всего 5 было плюс Затем иранцы решили поправить ситуацию И захватили чье-то судно Которое якобы было контрабандное И доставляло дистопливо В Объединенные Арабские Эмираты Немедленно Плюс 8 к вечеру было По отношению к субботе А сейчас мы смотрим Смотрим, постепенно снижается Сейчас где-то с утра Плюс 4 доллара всего По сравнению с тем, что было до налета На Саудовскую Аравию Так может нам отспонсировать этот налет? Ну, тут несколько вариантов Первое, надо посмотреть Во-первых, цена, которую мы видим Это цена ноябрьских фьючерсов на нефть Это не цена того барреля Который вы сегодня взяли и купили Вместе с танкером Или из танкера А там-то можно купить Сейчас очень-очень даже дешево Вот посмотрите, несколько танкеров Тоталь, другие компании предлагают С гигантской скидкой 15 долларов, 20 долларов Скидка по сравнению еще К той пятничной цене Почему? Потому что там Нефть, отгруженная в усть Луги Которая заражена Вот теми хлороорганическими соединениями Знаменитыми Помните скандал такой когда? Я так понимаю, что теперь этот танкер Будет в нейтральных водах болтаться Потому что эта нефть не очень понятно кому А танкеров там, по-моему, сейчас 5 или 6 Да, в общей сложности Вот они там ходят Да еще сколько такой нефти хранятся В каких-то трубах В хранилищах Куда слить их невозможно То есть это пока не урегулирована полностью проблема То есть купить можно дешево И потом этой нефтью слегка разбавлять Нормальную нефть И постепенно от нее избавиться Так что может быть выгодная сделка Несмотря на цены Ну то есть 120 нет Не получается никак Даже до 70 Вот сейчас не доходит Если раньше ожидали Что на протяжении Ну так где-то Более или менее длительного периода Нефть будет болтаться в коридоре Около 60 долларов за баррель Смесь бренд А сейчас вот получается Что да Между 60 и 70 Не так уж много На все это и повлияло Может быть хуже Вот наш слушатель Сергей спрашивает Попросите пожалуйста Михаила Поподробнее рассказать О фьючерсных контрактах На московской бирже на нефть Которые совпали с датой Ну Сергей пишет Нападение на Саудов Да Некоторые Некоторые видят в этом Скажем так Очевидно какой-то умысел Не просто умысел А некий какой-то Инсайт Совпадение Не думаю Да вот приблизительно Что кто-то вошел А потом вот с Иранцы По саудитам Вдарили Ну подозрение такое Есть То есть у тех Кто смотрит за рынком Естественно Восникает подозрение Что же такое За физическое лицо С многомиллиардными Возможностями И Или группа Из нескольких Физических лиц Которые вдруг В какие-то определенные Моменты начинают Либо что-то скупать Либо что-то продавать А потом Через пару дней Случается событие Которое Вот Показывает Что они совершенно правильно Все делали И что они на этом Сделали очень большую выгоду И вот когда сейчас Цены опускаются Они довольно резко Стали опускаться Вчера Это Означает только Что они наверху Там вот пока Стоимость была Они продали то Что они купили Дешево И сейчас уже остальные Как хвостик Как бы их настроение Они докупали Все это Но только за Одиннадцатое число Число контрактов Вот этих фьючерс Реализованных В Москве Оно взлетело На сто семьдесят четыре Процента Вот как все Заметили И это были действия Определенных лиц Ну кто Кто это может быть Это может быть Кто-то из разведсообщества Те кто знали О готовящемся ударе Это может быть Те кто Ну я даже не знаю Как предполагать Те кто участвовал В организации Этого удара Ну как вариант Ну как вариант То есть Ну как еще Можно Подтеоретизировать Но мы-то Видим Что Кто вот От саудовского удара Является выгодноприобретателем Да Еще кому выгодно Да Вот я недавно Слушал Это оказывается Америке выгодно Да Как же Такое слушал Был такой Меня выпустили в эфир Одной телекомпании И там значит Был товарищ Который сказал Что это все Вот Америка РТВА и вас выпустили Да Выпустили Там сидел один такой товарищ Который в общем-то Вот с такой теорией Ну посмотрите Трамп все время говорит И делает все Чтобы оправдать свои слова Что с американской экономики Нужна дешевая нефть Для того чтобы развиваться Для того чтобы промышленность крепла Для того чтобы побивать всех На внешних рынках Замечательно Нужна дешевая нефть Как только нефть дорожает Это очень плохо И там даже были такие проекты В свое время Когда еще Трамп только готовился Стать президентом Что давайте-ка Может мы введем Загородительный налог На нефть из Персидского залива Чтобы значит Помешать им Нам Конкурировать с нами И так далее То есть американцам Это совершенно невыгодно Какие-то удары Затем американцы Пытаются наладить Какие-то отношения Ну пусть первоначальные Контакты с Ираном Как-то диалог Какой-то первоначальный И вдруг тут Иран Начинают обвинять в том Что это он все организовал Но опять невыгодно Американцам Вот как ни посмотреть Американцы в очень сложное положение Поставлены этими Если они сейчас в виде мести Вот докажут Скажем Что иранцы что-то выпустили Нанесут какой-то ограниченный удар А это возможно То есть Вот я разговаривал в понедельник С бывшим американским послом Есть такой Мэтью Брайза И он сказал Да я думаю Что в общем ограниченный удар Где-то по иранским военным целям Готовится Его скорее всего нанесут Я там не согласился Потому что у нас нормальные отношения В общем я высказываю свою точку зрения Потому что как только нанесут Американцы какой-то удар Во-первых иранцы могут Еще дополнительно что-то такое сделать И цена взлетит Это американцам Ну совершенно не нужно То есть вот Америки Иран О как интересно А Ирану нужно вот это сейчас Обострение какое-то Ну если американцы Дают понять Что они готовы заигрывать с Тегераном Зачем им вот это обострение Раз Повышение цены Для них абсолютно Никакого значения не имеет Потому что у них Если нефть экспортируется То в минимальных количествах Там меньше одного Меньше половины даже Миллиона баррелей в сутки И то контрабандно Ну совершенно Смысла никакого нет То есть во что-то влезать Для того чтобы повышать нефть А у нас есть два выгода приобретателя Первый очевидный Это Саудовская Аравия Как ни странно То есть это контора Которая Ну всячески хотела Повысить цену на нефть Организовывала ОПЕК ОПЕК плюс Вместе с Россией Чтобы только повысить цену на нефть Сократить добычу И тут нате вам В общем-то добычи По добыче нанесен удар И цены слегка пошли вверх Так как и надо было Саудовцам Затем саудовцы Обвиняя во всем Иран Подрывают возможности Сближения Соединенных Штатов С Ираном Это их враг Они в общем-то Иранцы во всем виноваты То есть куда ни посмотреть Хуситов обвинили Иранцев обвинили В общем все оказались А Саудовская Аравия Тут пострадавшая сторона И все в порядке И вторая сторона Это Россия Конечно Как только у нас повышается Цена на нефть Так у нас повышается Поступление в федеральный бюджет Там становится легче И каким-то образом Сглаживает социальную напряженность И в общем-то Карманы пополнять И много-много Что еще Хорошего Для Бюджета И для Руководителей страны Есть Ну и Где-то там Вдалеке конфликт В который мы можем Красиво влезать То предлагать какие-то системы Для отражения Ракетной атаки То предлагать Своё посредничество То есть Россия здесь Ну В шоколаде Вот я даже не знаю Кто там что Наорганизовывал Может мы совместно Это сделали Есть подозрение Что это в Иране Там тоже ведь есть разные Там есть Ястребы Которые могли это организовывать Без согласования С политическим руководством страны Там свои собственные группировки То есть если Копнуть глубже Там может быть И неизвестно Эти группировки Действовали Солидарно С теми Кто играл На московской бирже Или это самостоятельность Какая-то у них была Поэтому тут А давайте ребята Поиграем на московской бирже Сейчас Говорят люди С группировкой Ну просто Давайте так Исходите чисто Из экономических Параметров Значит Атака Это экономический Такой Экономический Интервенция Потому что Ракеты Организация Люди Инфраструктура Логистика Это инвестиции Которые могут Принести доход То в целом Исходя из этого Контекста Это могут быть И действительно Плюс с учетом Я так понимаю Что там по-моему Человеческих жертв Нету Человеческих жертв Нету Повреждается Некая инфраструктура То теоретически Нанять некую Хулиганскую Группировку Которая побьет Тебе стекла Чтобы потом Поднять Рейтинг На твоего Заведения В средствах Массовой информации Получить профит Ну конечно Иезуитский способ Но вполне Себе допустимый Чтобы мы Ну теоретически Тоже Но опять таки Мы все равно Через каких-то Посредников И теперь Очень крайне важно Как поведут себя Саудиты Какое они будут Делать расследование Насколько оно Глубокое Потому что все-таки Там же применялись Дроны Применялось Соответственно Вооружение А это все Имеет маркировку И тут Насколько будут Раскручивать Или затопят Этот расследовательский Процесс Если затопят То скорее всего Дело не чисто А если начнут Раскручивать до Тогда ну Можно предположить Что это был Некой хулиганский Поступок Какой-то Группировки Из Ирана Вот по моим Подсчетам Сегодня среда В среду Саудовцы Обещали Дать информацию А до этого Появилось Сведение о том Что там нашли Даже В крылатой ракете А не в дроне В остатках Нашли что-то Вроде маршрутизатора Откуда летело Куда прилетело Вот разве что Паспорта не нашли Человека Который там Все это запускал И вот сейчас Должны быть Представлены Какие-то Якобы доказательства Посмотрим Что из этого получится Но пока Пока мы смотрим На последствия Технические Экономические У Саудовской Аравии Вот сейчас Пожалуйста Они объявили Мы возобновили Поставки нефти Потому что Была паника То они говорили Мы вот такие Марки нефти Не можем сейчас Поставлять Давайте переключайтесь На другие То они отказывались Загружать нефть В танкеры И танкеры Пустые уходили От терминалов В Саудовской Аравии То есть была такая Вот паника Сейчас вроде бы Они объявили Что поток нефти На экспорт Идет Но это идет Из хранилищ Хранилище у них И в Саудовской Аравии И в Роттердаме В Нидерландах И в Японии То есть у Саудовцев Есть хранилище Сырой нефти Кроме этого В танкерах Значительные объемы нефти В трубопроводах То есть какая-то Нефть все-таки есть Такой странный вопрос У танкера есть Место приписки Или где вот эта Нефть в танкерах Хранится географически А ее могут перебросить Нефть в танкере Она принадлежит Компании Которая ее купила По контракту Это может быть Уже конечный Ну не совсем Конечный пользователь Это кто угодно Это трейдер Так же как Со сжиженным газом И этот танкер Могут направить Куда угодно Где в данный момент Хорошая цена То есть его купили Но там он есть Но есть танкеры Которые стоят На рейде Вот в Китае Например не хватает Хранились для Стратегического резерва Такого И они танкеры ставят Какие-то нанимают Эти танкеры Там китайская Уже китайская Купленная нефть Хранится То есть Это совершенно Не обязательно Смотреть на владельца Это общая часть рынка Предложения Которые существуют А с предложением Может быть тяжело Потому что Стали уже говорить Что сейчас вмешается Международное сообщество У которого есть Запасы нефти Вот у организации Естественно Экономического сотрудничества И развития У нее Есть запасы нефти Который Вот у всех стран Который туда входит Есть Вроде бы Достаточно 92 дня Из них На 60 дней Достаточно Коммерческих запасов Они принадлежат Коммерческим организациям Остальное принадлежит Правительству Ну вот Чтобы это все Выпустить Там нужно решение Естественно Соответственно Правительств Это уже было То есть Когда Ну Рынок Испытывал Неприятности В результате Например Свержение Шаха И тогда На какое-то время Иран ушел С этого рынка Или Ливийские события В 11-м году Когда Ливия ушла С этого рынка Были выпущены Или когда Ураганы ударили По югу Соединенных Штатов Вот Катрина Вот тогда Тогда да Вот эта вот Дополнительная нефть Она пошла Как запасная На рынок Вот сколько ее хватит Это вот Трудно Потому что Китай Не входит в это Уравнение Например Мне неизвестно Сколько он там накопил У него несколько очередей Строительства Резервных Хранилищ Было То есть Пока вот Неясно Запасы пойдут На рынок И в каком объеме Саудовцы Сначала объявили Что они на следующий день Устранят все Технические неприятности Потому что Когда посмотрели Оказывается Было 19 Вот этих Воздушных То ли ракет То ли чего-то еще 17 из них попали Куда надо И когда Публик смотрит На эти аэрофотографии Говорят Это оборудование Надо менять То есть Чтобы его менять Это надо Закупать Надо устанавливать Площадки Расчищать Это ну Три месяца Это ну Минимум Что это А на три месяца Может не хватить Саудовцы говорят На 37 дней У нас Нефть там Запасено И поэтому Вот В ближайшие Какие-то недели Выяснится Что есть нефть Достаточно Для покрытия Потребности Ринка Или нет А с Ценниками Идет Битва На фьючерсах На финансовом рынке То есть Это фьючерс Совершенно другое Это не рынок Спроса И предложения Это финансовый Это предположение Я бы сказал Если говорить О фьючерсах Да Или спекуляции Конкретные спекуляции То есть Рубль еще поддержится Правильно я делаю Рубль то от этого Вот мы смотрим Он совсем как-то Даже не реагирует Он Он своей жизнью Живет Вот его Где-то Российские Финансовые Регуляторы Держат Отвязали его Некоторые говорят Что он страшно Недооценен Я например Думаю Что он страшно Переоценен Но это Вечная Свара Я помню еще В девяносто В девяносто первом Даже году Я как-то С Примаковым Об этом поспорил Он сказал Что посмотрите Сколько нам За наши предприятия Иностранцы Обещают Давать Это они оценивают И в какие-то смешные Я говорю По какому курсу Потому что Если это 65 кофеек За доллар То да А если это Что-то реальное Стоимость этих предприятий Сейчас сложно Вообще Представлять Тогда Евгений Максим Чочин На меня Как-то так обиделся Эпоха нефти ушла? Нет Нет Ну как она может уйти Нефть еще долго Во-первых Ее очень много И она Никуда не исчезнет Ее действительно Хватит очень надолго Пусть даже будут И трудноизвлекаемые запасы Хотя сейчас мы смотрим Вполне По себестоимости Даже добыча нефти С глубоководных Каких-то месторождений Где-то на шельфе Она вполне Коммерчески оправдана Это не только Что коммерчески не оправдана Это Арктика Конечно Арктика Это коммерчески не оправдана Какая-нибудь Баженовская структура В России И некоторые Трудноизвлекаемые запасы На суше Те же самые Российские запасы Вот там они Коммерчески не оправданы А с эпохой нефти Вот сейчас Главенствующая такая Точка зрения О том Что примерно В 35-м году Начнется Ну радикальное сокращение Спроса Не предложение Нефть-то никуда не денется А вот спрос в мире Ну в результате чего Энергоэффективность Энергосбережение Декарбонизация Декарбонизация Которая При субсидировании Правительства Проходит Переход на Другие виды Топлива Такие как Газ Более чистая Активное Развитие Водородных Программ Возобновляемый Индергоэффективность Ну много-много Факторов Постепенно Могут привести К сокращению Спроса Это будет Плавный переход Какой-то Ну да Где-то А сейчас даже Говорят Что это может Начаться Гораздо Раньше Может уже Говорят Не в 35-м Году А в 25-м Или 30-м Если исходить Из этого Прогноза Ведь А мы-то Чего будем Поставлять На внешний рынок А нечего Поставлять Кроме нефти И газа Ну нет Тут ничего Были хорошие Предложения Но пока Вот это Никуда не пошло Потому что Еще два года Назад Группа Экспертов Вы же Работу Потеряете Нет В экономическом Центре При Сколково При бизнес-школе Сколково Они Очень хорошее Исследование Провели Я помню Как вот Эксперты Собрались Стали их спрашивать Вы там Не исследовали А что Если вот Нефть потеряет Своё значение Для российской экономики А что мы Экспортировать Будем Вот чем мы Заменим Этот становой Хребет Наших Нашего Бюджета Мы спрашивали Везде Во всех отраслях Кто что Может сказать Нигде Вот замены Для нефти Мы не видим Вот недавно Я был на одной Милой конференции И там Вдруг Неожиданно Большое место Обсуждение Водорода Стали занимать И было такое Предложение Ну ребята Вы посмотрите В России Во-первых Много дешёвой Электроэнергии Да Затем При помощи Этой дешёвой Электроэнергии Можно Хотите Из воды Хотите Из воздуха Хотите Откуда-то Добывать Водород Если уж Вам так Надо Водород В общем-то Европа Переходит Декарбонизация Однако Там Еврокомиссия Говорит К 50-му Году Вообще Никакого Ископаемого Топлива В Европе Не останется Ну Немножко Оптимистичный Конечно Прогноз Ну Говорит Давайте Смотрите Вот Вы никак Не можете Свой Северный Поток 2 Ну Достройте Пустите По нему Водород Который Вы будете Делать На территории России Это очень Большой Спрос А Газ Пусть Он так И идёт По территории Украины Ничего Страшного От этого Не произойдёт То есть Да Можем Водород Поставлять При наличии Дешёвой Энергии 730 101 У нас в студии Михаил Крутихин Присоединяйтесь Пожалуйста Я кстати Хочу сказать Что тебя Прекрасно видно В трансляции Ютуб И вас Михаил В том числе Какой ужас Так что Канал Серебряного Дождя Заходите И здесь И здесь И здесь Вашу маму И там И там Показывают Это точно Да Ну так Всё-таки Хорошо Но газ Мы можем Поставлять Газ Мы можем Поставлять У нас Очень Много Газа Насколько Лет Вот Николай Из Санкт-Петербурга Спрашивает Ну Газа До бесконечности По-моему Можно Почему Потому что Ну вы посмотрите Те Запасы Которые Разведаны И уже Даже подготовлены К эксплуатации Можно запускать В трубы Но Два года назад Это где-то оценивалось Больше чем В 200 миллиардов Кубометров в год То есть Ещё одну Европу Можно было бы добавить Сейчас постепенно Немножко сократилось По новым оценкам Там где-то 40 миллиардов Кубометров в год Это вот лишний потенциал Добычи газа Но Гигантские месторождения Например В районе Ямальского полуострова На полуострове Рядом с ним Это такие месторождения Как Харасавей Вот недавно Начали его разработку Дальше Крузенштерновская Ленинградская Русановская То есть Там столько Много газа Что вот Европу Обеспечивать Даже с учётом Возможного Какого-то повышения Спроса на российский газ Можно Ну веками Если не годами Если там по-прежнему Этот газ будет нужен То есть В России Чего-чего А уж газа Больше чем достаточно Вопрос в том Что рынок ограниченный Европа Вот сколько она Сможет взять Столько она возьмет Китай Не очень-то ему нужен Российский газ Если приглядеться Они Мы 15-20 лет Уговаривали китайцев Наконец-то Один только проект Они согласились Силы Сибири Да и то там Больше показухи было Чем На самом деле Коммерческого смысла В этом проекте А китайцы берут С востока Да, соответственно А китайцы нет У китайцев Очень грамотная политика В этом плане Первое Диверсификация Конечно По трубе Они берут Из Средней Азии Немножечко из Мьянмы Вот у нас будут брать Немножко Очень немножко По китайским масштабам Из Силы Сибири С другими проектами Не соглашаются Пока Своя добыча Очень мощно растет Как ни странно В том числе С ланцевого газа идет Все там пугали Воды не хватает Для гидроразрыва Пласта Нет, все нормально Китайцы наладили Идут вперед И сжиженный Природный газ Ну а китайцев Интересный подход К этому делу Они говорят А что мы будем покупать Там этот газ У кого-то За деньги Ориентироваться На какие-то индексы По цене Мы будем влезать В проекты Где нам дают Возможность Стать партнерами Так, чтобы это была Часть нашей продукции Мы свой газ Будем ввозить Это они собираются На Аляске делать Это Аргентина Африка Ямал Арктик СПГ Вот они сюда входят В качестве партнеров И они там берут Свой собственный газ Это газ Как он вышел Из скважины Это уже Вот эта часть Этого газа Ямал СПГ Без доли Это треть газа Это китайская Там 29,9% Это все Китай уже принадлежит Они берут свой газ И спокойно Не обращая внимания На мировые цены Везут его куда-то Хоть продадут по дороге А хотят себе Ввозить Поэтому Китай От российского газа Он фактически Никак не зависит А есть ли возможность Нарастить Чтобы в Европу Штаты Китай Нарастили Энергопотребление Именно Ну Этого топлива А не какой-то там Возобновляемой Этой энергии Зачем нам Этой возобновляемой Энергии Может быть Ее как-то Можно было бы уничтожить А посмотрите На такой документ Который не так давно Был принят Называется Стратегия энергетической Безопасности России И там сказано Что вот Возобновляемые Источники энергии Развития Энергосбережение Энергоэффективность Это вызовы Для российской энергетики То есть Не то что Давайте вместе Работать Над более передовыми Экологически чистыми Интересными Эффективными Технологиями Которые Позволяют нам Вместе с другими странами Продвигаться вперед Ну В прогрессивном Технологическом направлении Нет Это вот Это они враги Враги Они нам все Подрывают Когда открыто На весь мир Заявлено Что это В общем-то Ну Враждебно Мы собираемся Мир наводнить Ископаемыми Видами Энергоносителей А мир Вот как-то Сопротивляется Он не хочет Ископаемых Ах Не хотят они С динозаврами работать Это они напрасно Ну что Об этом мы поговорим Вот с динозаврами Ты зря нас сравнил Потому что Они как известно Вымерли Да я боюсь Что я правильно Сравнил нас С динозаврами Ну боязны Понимаешь Ну это действительно Это же документ То что Михаил Крутихин Сказал Это же действительно Я документ читал Там он очень коротенький И там Прям буквально Этот абзац Он именно приблизительно Так и звучит Что для нас Вызов Это все Что развивает Любые Ну я скажу так Энергосберегающие Энергоразвивающие Технологии То есть вот нам нужно Чтобы весь мир Вот Ну мир-то Не читал Эту Парадигму Он может И прочитал Поржал И пошел дальше Там ветряки ставить Где червяки умирают К сожалению Об этом поговорим В следующей части Не переключайтесь И пишите пожалуйста Плюс 7903 Червяков жалко И не говори Вообще 903 797 6333 Для ваших сообщений Трансляция на сайте И на ютуб Silver.ru Всем доброе утро Если вы только что К нам присоединились У меня в гостях Партнер Консалтинговой компании Рус Энерджи Михаил Крутихин И вы знаете В первой части Он сказал Удивительные вещи Сказал что нет Как-то не будет С нефтью ничего Не будет 120 рублей А то уж я уже собирался Ванну наполнять С нефтью А потом ее продать Как раз Когда она будет По 120 Это же сколько Можно было Денег Накопить Вот товарищ Греф Тут у нас Отличился Сказал что Надо готовиться К сырьевому шоку И падению цен На нефть Что вот Россия должна готовиться К сырьевому шоку Связанному со снижением Потребления нефти И уменьшением цены На нефть Ниже до 40 Долларов За баррель Он сказал это На финансовом Московском форуме Если мы Ко вчерашнему кризису Будем готовиться Мы упустим Завтрашний А у нас Огромные вызовы Впереди Сырьевой шок На мой взгляд У нас впереди Сырьевой шок Под названием Снижение потребления В мире И фактически Бесконтрольное увеличение Предложения Нефти Мире Что такое может быть? Ну все Все так и происходит Ну просто Судя по всему Греф Несколько приблизил Вот этот момент Который Эксперты Относили На 2035 год Начало Снижения Спроса На нефть По многим По объективным Совершенно Показателям Но он его приблизил И начал Бить в колокола Панику Может быть и надо Сейчас начинать Какие-то действия Для того Чтобы приготовиться К так называемому Трансферу От одной энергетики К другой Совершенно энергетики К другой модели Но вы в предыдущем эфире Вот у меня когда были Вы же мне Сказали не очень хорошие слова Грубые Такие можно сказать Можно сказать Обидные Вы сказали Что в 2021-2022 году Мы сократим Нашу добычу Как это любят Говорить Нефть Вот обидно Вы мне сказали Можно даже сказать Оскорбительно В пятницу По-моему Один из заместителей Министров энергетики Российской Федерации Он сказал Что вот это Начнется в 2021 году Это вот его слова Падение Российской добычи Но даже Там какая-то сумма Цифру Вы мне назвали Тогда что 30-40% А я процитировал Министра энергетики Который еще в прошлом Сентябре Год назад Выступая на заседании Правительства Сказал Что если вот все Пойдет так Как вот сейчас идет То к 35-му году Добыча нефти В России Сократится на 40% Ну 35-е еще далеко А тут 21-е За 10 лет 40% Если я сейчас Вот консультируюсь Со специалистами Есть у нас такая Госкомиссия По Запасам И есть другая Госкомиссия По разработке Месторождения Вот я говорю Ну смотрите При нынешнем состоянии Запасов нефти Оно позволяет Надеяться на то Что вот они будут В таком же виде Эксплуатироваться Нет Как только мы Применяем Коммерческие показатели То есть коммерчески Извлекаемая нефть Не просто технически Извлекаемая Коммерчески Извлекаемая нефть То есть с рентабельностью С какой-то То мы видим Что в самое ближайшее время Должно начаться Снижение добычи В нынешних Налоговых условиях Примерно темпами Ну 2% в год Уже сейчас? Ну где-то вот С будущего Через 21-й год Ну понятно Да действительно Ну А тут мы попадаем В ловушку Тришкин кафтан Ну давайте Поощрять Нефтяников Субсидированием Вот сейчас там Все просят Субсидии Или налоговое освобождение Какие-то еще Дополнительные льготы Вот Скандалы уже даже идут Какие-то Вот Роснефть там жалуется Что ей Некоторые компании Получают льготы А мы вот тут Не получаем льготы А это что же значит? Игорь Иванович Недавно сказал Что прибыль Он отвечает Перед президентом Ну Там он много Что интересного сказал Но смысл-то Вы посмотрите Какой Первое Сокращаются цены на нефть И они должны сокращаться В результате падения Спроса Сокращается спрос Значит Россия будет Меньше реализовывать Как бы своей нефти И То есть Меньше поступления В бюджет И тут Бюджет просят Давайте-ка мы еще Сократим Вот ваш бюджет За счет того Что дадим Дополнительные льготы Нефтяникам То есть Удар-то идет Вот как бы С двух направлений Ножницы Получается Да-да-да Тут Тришкин кафтан То есть С одного места А без субсидирования Вот эти трудноизвлекаемые запасы Ну тут Субсидирую Не субсидирую Некоторые Просто невозможно взять Технически Эти запасы Хотя хорошо разрекламированы Вот та же знаменитая Баженовская Формация Да У нас как раз Тут даже вопрос пришел Что там с Баженовской Это нефть Нет А там все хорошо Там некоторые компании Повинуясь указаниям сверху Ведут опытную разработку Баженовских слоев Как бы вот для Не нефтяников могу сказать Но формации А где это происходит Что за место А это практически Вся Западная Сибирь Там внизу Есть один такой слой Который называется Баженовским Как бы информацией Геологической А там происходит следующее Что если вы спросите Геолога Грамотного Знающего Не политизирован Он скажет Ну из этого можно взять Ну 2-3 процента нефти Вот она Там гигантский запас Ну давайте Я его очень-очень огрублю То есть совсем просто Там очень плотные слои Ну представьте Слежавшуюся глину Которая ни вода Вообще ничего не пропускает А в ней получились Такие вот пузыри Как бы линзы Заполненные Либо нефтью Либо углеводородами Которые нефтью еще не стали Они не при Вот не дошли Геологически до этого Ей им нужно давление Многие из них Под большим давлением И с высокой температурой Ну вы начинаете Туда делать дырку Сверлите скважину И она попадает В этот пузырь И у вас идет Фонтаном Хорошо если нефть А то там Красиво Умывает Материнская Так называемая Нефть Это все Идет А через 2 дня Ничего Потому что Пузырь был маленький Но попали в большой пузырь У вас 3 месяца Идет оттуда Но можно же определить Заранее Насколько велик пузырь А дальше Потому что в нормальных Вот например В песчаниках Там В В породах Которые имеют Пористость какую-то Там нефть Подсачивается И Разрабатывая Где-то Вот одну Залишь Можно ожидать Что Ну у нас Иногда даже В Татарстане Затыкают Ликвидируют скважину Потом через несколько лет Открывают А оттуда опять Нефть идет Которая насочилась Из других Каких-то слайдов А там неоткуда Там вот эта вот Глина Она ничего не пропускает Это я очень условно Говорю Там разное Ну вот И поэтому Ну куда вы будете Сверлить Где вы попадете Это надо через 5 метров По скважине Сверлить Чтобы каким-то образом А это затрата Себестоимости Это невозможно Сейчас Вот сказал В свое время Руководитель Сургута Нефтегаза Да Говорит Мы вот делаем На Баженов Мы вложили На 11 там Точках Мы делаем Мы уже 3 миллиарда долларов На этом потеряли Ну вот Повествование идет Вот в таком ключе Да Компании какие-то Этот Баженов Пытаются что-то там сделать А министерство Все время докладывает У нас тут видите Включено В объем запасов Потенциальных Вот эта Баженовская Структура Формация А ее на самом деле Ну если присмотреться То и нету Ну Они часто говорят Даже Вот я никак не специалист Я просто вот На слуху То есть она действительно В отчетах появляется Конечно На полном серьезе Ну в отчетах И Арктика появляется Посмотрите как Вот мы в Арктику пойдем Надо срочно идти в Арктику И там все осваивать Осваивать и осваивать Ну да Единичные проекты Работают И некоторые проекты Очень даже хорошо Вот Новопортовское Месторождение Они довольно близко К побережью Они организовали Отгрузку нефти В ледостойкие танкеры Это Газпромнефть там работает Очень хорошие кстати Действительные месторождения И вполне эффективно Там все оправдывается Но таких месторождений Нефти не очень Там в основном газ Ну с газом у нас там Все решено фактически Все идет по плану Но с нефтью Большая проблема Она дорогая там получается 730-101 Доброе утро Доброе утро Доброе утро Я да в эфире Да конечно Вы слушаем вас Иван Москва Я просто тоже занимаюсь Нефтедобычей В принципе согласен С вашим гостем Сегодняшним А потом По поводу вообще Сланца Хотелось бы сказать Вот смотрите Сама технология Добычи сланца Это в общем-то Горизонтальное бурение Да и последующий Гидроразрыв кластта Для того чтобы Возвлекать вот эти запасы Мы сейчас в нашей стране Активно применяем Эти технологии И на сухопутном бурении И просто на более Больших глубинах Само Баженовская свита Она достаточно высоко И вот на мой взгляд Разговаривать о том Вообще в принципе Рентабельно ли добыча Сланцевого газа Можно Она рентабельна Но в условиях Когда мы Ну реально много Добываем традиционными Способы применять Технологии гидроразрыва Пласса Ну эти проекты Два несравнимы Наши они просто В разы эффективнее Мне кажется Поэтому мы чисто формально Какие-то там вещи делаем А по поводу трат Да действительно Траты и есть Траты большие Но будем считать Что это не окор Да То есть нельзя Оставлять эту технологию Потому что Она не очень рентабельна В данный момент Потому что Может быть завтра Что-то еще произойдет А мы к этому не готовы В общих масштабах Эти расходы Ну не такие уж и большие А по поводу Конечно Льгот для нефтяников Ну это смешно Но это уже другая история К добыче не имеется Никакого отношения Ну это уже такая политическая история Я так себе понимаю Спасибо Спасибо за ваш звонок Ну вот Все правильно Ну Не надо сланцы Сравнивать Наверное С Бажановским Со сланцами Иногда очень забавные вещи Получаются Помните Как в 14-м году Ввели американцы Санкции Санкции против Отраслевые санкции Против нефтянки И записали В этих В документе Что санкции Будут применяться К добыче Сланцевого Газа Нефти Сланцев Ну посмотрели Посмотрели А где же у нас В России сланцы У нас сланцев То не так уж и много То что по геологии Сланцами называется На отдельных местах Схватились В Роснефти И норвежской Компании Тогда нас Татуил Называл Сейчас Эквинор У них есть Совместные предприятия Где записано было В документах Добыча Сланцевой Нефти А что ж такое Давайте посмотрим А у них не сланцы У них просто Трудно извлекаем Другие породы Они быстренько Все документы Переделали И спокойно Продолжают работу Потому что Санкции К ним Неприменимы 730 101 Доброе утро Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте Доброе утро Скажите пожалуйста Как потребитель Автомобилист Вот нефть Была 120 Бензин Был 30 Нефть Стала 60 Бензин Стал 45 Что такое происходит Спасибо Есть ли этому Разумные Объяснения Конечно Есть разумные Объяснения Потому что Цена на нефть Цена на топливо На АЗС Никак не зависит От цены на нефть Это налоги Которые взимает Правительство Это не только у нас То есть Это во многих Других странах Посмотрите Норвегию У нее Навалом Нефти Бензин Сколько угодно Но цена На колонки Она очень высокая Но все берется В виде налогов Также здесь Все претензии Не к нефтяным компаниям Не к мировому нефтяному рынку Не к ценам А к Как бы мы этих Не любили Нефтяных Олигархов Или менеджеров Управляющих Этими компаниями Но действительно Вопрос не к ним Это не их Проблема Да Потому что Я так понимаю Что у нас Цена Именно бензина Всего 28 Что ли Рублей Стальной акциза Об этом поговорим В следующей части Не переключайтесь Потапенко Будет Потапенко Будет Мы продолжаем У меня в гостях Партнер Консталтинговой Компании Рус Энерджи Михаил Крутихин Задавайте вопросы 903-797-6333 Пишите нам их Ну и дозвонитесь Если вы Прорветесь По телефону Ну давай Немножко фантасмагорический вопрос Но послушайте Виктор из города Как Михаил Относится к теории О том Что нефть Это не продукт Когда-то образованный В недрах А быстро возобновляемая Субстанция Производимая землей Есть слухи Что замороженные В 50-х годах Месторождения В Чечне В 90-х Были опять Соответственно полными И в результате Собственно говоря Произошли конфликты На Кавказе Не ну какие слухи Вот я уже приводил Пример Татарстана Где Ромаштинское Огромное месторождение Несколько более мелких Месторождений Там где Ну считалось уже Давным-давно исчерпанным Выработанное Да Вот этот коэффициент Извлечения Кинг Коэффициент Извлечения нефти Он давным-давно Уже там Чуть ли не за 100% Перешел Закупоривает эту дырку Потом как-то неожиданно Она опять Откуда-то взялась То ли из более Нижних слоев Насочилась То ли еще чего-то Но Но это не Да Теория такая есть Они говорят Вот от вымерших Живых существ И растений Другие говорят Что это Самопроизвольное Какое-то появление Мы видим Материнскую нефть Вот эту смесь углеводородов Которые в нефть Еще не превратились Есть такие вот залежи Но До сих пор Единства ученых По этому поводу нет Все что я могу сказать Есть такая теория Есть другая Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Доброе утро Да Слушаем вас Доброе утро Я хотел бы Немножко высказаться По вот Первой части Программы Давайте Про нападение Космонавтов На Мирных граждан У нас же ведь Запрещена Фактически Самооборона Это напомнит Что это системный Подход Чтобы граждане Тихо Спокойно Их могли Любые Обирать Это просто политика Ну Имеет место быть Да Спасибо Ну Действительно У нас с самообороной Большие проблемы Потому что Применение Насилия В отношении Нападавшего Зачастую Приводит к тому Что Защищающиеся Получают реальные сроки Мы сейчас правда Про нефть Говорим Про газ Так Хорошо Давайте построим Идеальное будущее Российской Федерации Уже ли Оно должно быть Построено Не на извлекаемых запасах А на чем-то другом На интеллектуальном Ну Хотелось бы На интеллектуальном Но я когда смотрю На Высшее образование Ну Как-то у меня Тоже Большого энтузиазма Нет Я вижу Как меняются И программы И качество Преподавателей И качество Студентов Кстати Тоже Я иногда Все-таки Общаюсь с этим Но Я не могу Быть оптимистом В этом направлении То есть Какие-то кадры Уходят За границу Просто уезжают Некоторые Теряют свою Квалификацию Я вижу Что На Образование В России Ну Даже не просто Денег А внимание Не тратится Столько Сколько нужно Да Интеллектуально Было бы Очень здорово Что-то такое Сделать Но Вижу Я просто Я просто пытаюсь Вычислить В каком направлении Двигать Сейчас должна изменяться Россия Экономика России Ее законодательство Чтобы Скажем так Хотя бы К 25 Году Понятно что Перелом будет Не в 21 Году Такой Активный Чтобы к 25 Году Например Изменить экономику Потому что экономика Быстро не меняется Это длительный процесс Очень длительный Даже не 5 лет Это я Ну так широко Махнул На самом деле Там десятилетия То есть структурно Все надо менять Можно Вот я по пунктам вижу Что можно было бы Поменять Все это есть И даже когда-то По-моему В этой же студии Я говорил об этом Что нужно было бы сделать Но это невозможно Вот при нынешней Политической системе Которая сложилась Ну вот что говорить Королевство кривых зеркал То есть тут Поменять что-то нельзя Жги господи Жги Я не знаю Или Плюнуть на все И заботиться только О своих собственных детях Или Включаться в революционную борьбу Я не знаю У каждого свой выбор Спасибо Спасибо У нас на связи был В гостях Партнер консалтинговой компании Русэнерджи Михаил Крутихин Михаил Спасибо что зашли Как будете проезжать Вам спасибо Заезжайте обязательно Не бросайте нас пока В Терновый куст Я к вам с удовольствием Всегда приезжаю Спасибо До встречи Silver.ru У нас идет видеотрансляция А также смотрите на YouTube А в следующем часе У нас литературовед Профессор Евгений Жаринов Что запрещали в разные времена И к чему это привело Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...